В конце мая, начале июня, идет целая череда праздников, связанных с языком. 24 мая мы отмечаем День славянской письменности, 25 мая мы отмечаем День филолога, и 6 июня мы отмечаем День русского языка. И сейчас нас будет интересовать первый из этих праздников – День славянской письменности. Если спросить любого человека на улице, что такое славянская письменность, откуда она взялась, то, скорее всего, этот человек скажет, что славянская письменность – это то, как мы пишем по-русски, то есть кириллица, а придумали ее Кирилл и Мефодий. На самом деле все было гораздо сложнее, и сейчас мы разберемся, как это все было устроено, как это все происходило. Прежде всего, нужно сказать, что если мы зайдем более-менее в любой большой книжный магазин, то в разделе, посвященном языкознанию, мы найдем огромное количество книг, которые будут нам рассказывать про древние славянские руны, про славянскую письменность, которая существовала за долгие века и то и тысячелетия до Кирилла и Мефодия, про то, что из русского языка происходят все языки мира, и русская письменность дала начало всем остальным системам письма в мире – это все полная чушь. Не стоит покупать такую макулатуру. У ученых нет никаких подтверждений того, что до Кирилла и Мефодия у славян существовала какая-либо письменность. Поэтому то, что Кирилл и Мефодий – родоначальники славянской письменности – это действительно так. Однако кириллицу они не придумывали. Более того, кириллицу они даже в глаза не видели, потому что кириллица появилась уже после их смерти. Как это все случилось? Кирилл и Мефодий, по всей видимости, не были даже славянами. Хотя некоторые ученые считают, что, может быть, и были. Скорее всего, они были греками. По крайней мере, они жили в городе Салонике, который сейчас находится на территории Греции. Однако в IX веке, а это происходило именно тогда, в Салониках было очень много славян. И Кирилл и Мефодий, видимо, будучи греками, достаточно хорошо знали славянский язык, может быть, даже как один из своих родных наряду с греческим. И когда император Византии решил распространять православие по Европе, именно Кириллу и Мефодию выпала честь делать это на территории, которая называлась Моравия. Сейчас это часть Чехии. И Кирилл и Мефодий отправились туда с миссией перевода христианских православных книг на славянский язык. Я говорю славянский язык, потому что тогда, в IX веке, славянские языки еще не разделились на разные языки, как сейчас. Это был один язык, ну, правда, может быть, с разными диалектами. Соответственно, можно было перевести просто на любой из этих диалектов, и все славяне поняли бы то, что они сделали. Однако перевести книги на славянский язык мало. Чтобы их перевести и чтобы это знание сохранилось, нам нужно это записать. А как записать на язык, у которого нет письменности? Нужно эту письменность сделать. Можно было бы для этого взять уже готовые алфавиты, например, греческий или латинский. Однако фонетическая система, то есть звуковая система славянских языков, достаточно сильно отличается от других европейских. Например, у нас есть шипящие, у нас есть твердые и мягкие согласные, которых нет в западноевропейских языках. Поэтому те алфавиты нам не подходили. И Кирилл и Мефодий придумали новый алфавит специально для славян. Тот алфавит, который они придумали, называется глаголица. И, как мы видим, глаголица отличается от кириллицы очень сильно. Не просто очень сильно, а это совершенно разные системы письма. Да, можно найти несколько букв, которые из глаголицы вошли в кириллицу, но тем не менее ни один современный человек, не знающий глаголицу, не сможет ничего прочитать на глаголице. Но главное – это не форма букв, а соответствие между буквами и звуками, потому что самое главное достижение Кирилла и Мефодия было то, что они проанализировали, на самом деле очень хорошо проанализировали звуковую систему славянского языка и поняли, каким звукам нужны письменные соответствия, то есть буквы, а какие можно не отображать на письме, это будет читателями пониматься автоматически. И, создав глаголицу, при этом надо сказать, что, по всей видимости, они сами придумывали буквы. Скажем, первая буква глаголицы, «Аз» выглядит как крест. Это логично, если вы делаете письменность для того, чтобы писать на ней христианские книги, хорошо бы, чтобы ваша первая буква напоминала крест. А какие-то другие буквы Кирилла и Мефодий заимствовали из других систем письма. Например, буква «Ш», которая сохранилась и в современной кириллице, и была в глаголице, по всей видимости, восходит к древнееврейской букве «Син». Так или иначе, создав этот алфавит, Кирилла и Мефодий перевели на славянский язык православные священные книги. Однако мы видим, что сейчас мы глаголицей не пользуемся. Что же с ней случилось? Дело в том, что глаголица, хотя и была придумана для славян, но для образованных людей того времени она была достаточно неудобным алфавитом. Хотя лично мне жаль. Мне кажется, было бы красиво, если бы мы писали такими необычными буквами. Образованные люди того времени знали греческий язык, и учить совершенно другую систему письма, не похожую на греческий, им было то ли неудобно, то ли лень, то ли и то, и другое вместе. Поэтому ученики Кирилла и Мефодия уже после их смерти, и происходило это уже не в Моравии, а в Болгарском царстве, придумали новую систему письма, которую назвали в честь своего учителя – кириллицей. И эта система письма уже была придумана не из головы, а в ее основу легли греческие буквы. Именно поэтому сейчас, когда мы знакомимся с греческим алфавитом, скажем, на уроках физики, где используется много греческих букв, мы видим, что многие из них похожи или даже полностью совпадают с привычными нам кириллическими буквами. И такой алфавит был гораздо более удобный, потому что нужно было учить меньше новых букв. Соответственно, глаголица существовала только около одного века после создания славянской письменности, хотя на некоторых территориях она сохранялась вплоть до XIX века. Например, в Хорватии можно найти глаголические тексты в церковной сфере, написанные в XIX веке. А во всех остальных местах уже стала использоваться кириллица. Однако, если мы посмотрим на кириллические тексты тысячелетней давности, мы мало что сможем понять. С чем это связано? Во-первых, очень сильно изменилась форма букв. Конечно, когда проходит тысяча лет, форма букв меняется сама собой, но один из главных деятелей, который повлиял на это, это был Пётр I. Здесь мы видим его азбуку, в которой он выбирал, какая форма букв должна остаться, и разделил, соответственно, церковную азбуку и гражданскую азбуку, которая использовалась для гражданских, то есть не церковных книг. Во-вторых, в старых кириллических, как и в старых глаголических текстах не использовались ни пробелы, ни знаки припинания, кроме разве что точек в конце абзацев. Кроме того, в кириллице были буквы, которые обозначали звуки, которые существовали в церковнославянском и в древнерусском языках. Это разные языки, но подробно мы сейчас про это говорить не будем. А сейчас этих звуков не осталось, и, соответственно, отпала нужда в этих буквах. Например, вот эти буквы называются «Юз большой» и «Юз малый». Они обозначали специальные носовые гласные, которые существовали в праславянском и в церковнославянском языках, а из современных славянских остались только в польском. «Юз большой» – это «О носовое» – «Он», а «Юз малый» – это «Э носовое» – «Он». Со временем эти звуки исчезли, и исчезли и буквы их обозначающие. Ну или всем известная буква «Ять», которая существовала в русском алфавите до начала XX века и была отменена только реформой 17-18 годов, о которой я рассказываю в другом видео на этом канале. Буква «Ять» в разных славянских диалектах тысячи лет назад могла звучать по-разному. Где-то она звучала как «Э», где-то как «Ие», где-то как «Э», а дальше в русском языке она слилась со звуком «Э» и стала, по сути, лишней. Кроме того, были буквы, без которых, в принципе, можно было бы легко обойтись. Например, это буквы «КСИ» и «ПСИ». Они, соответственно, обозначали сочетание звуков «КС» и «ПС». Зачем это нужно, если можно записать просто «КС» и «ПС». Дело в том, что в греческом языке, который считался священным языком для христиан, эти буквы были, и, соответственно, слова, заимствованные из греческого, писались с этими буквами. Ведь если греки решили, что «КС» и «ПС» нужно записывать одной буквой, то, значит, и славянам нужно делать то же самое. При этом в исконнославянских словах такие сочетания звуков записывались просто кириллическими буквами. Например, в слове «ПСИ» «ПС» писалось просто двумя буквами. А, например, в слове «ПСАЛМ» «ПС» писалось буквой «ПСИ». Точно так же, например, в имени «КСЕНИЯ», которая греческое заимствование, вначале писалось не «КС», а буква «КСИ». Со временем эти буквы тоже исчезли. Ну и, наконец, некоторые буквы обозначали не те звуки, которые они обозначают сейчас. Скажем, у нас есть буквы, которые сейчас известны как твердый знак и мягкий знак, и они не обозначают звуков. А в древнерусском языке они обозначали сверхкраткие гласные. Твердый знак, он назывался «ЕР», обозначал звук «Э», а мягкий знак «ЕРЬ» обозначал звук «И». Дальше в некоторых случаях эти звуки превратились в «О» и «Э», ну, например, как в слове «весь» или как в слове «сон». А в некоторых местах они исчезли, как, соответственно, в конце слов «весь» и «сон». Однако «ЕР» на конце писался тоже вплоть до XX века. Ну вот такая вкратце история славянской письменности. Однако я еще замечу, что неверно говорить, что письменность славян – это кириллица, и что кириллица – это письменность славян. Безусловно, создавалась она для славян, но в современном мире это устроено не так. Во-первых, не все славяне пользуются кириллицей. Кириллицей пользуются восточные славяне, русские, белорусы, украинцы, и некоторые южные славяне – болгары, македонцы и сербы. А все остальные – поляки, славянцы, чехи, словаки – пользуются латиницей. Как такое случилось? Очень просто. Восточные и некоторые южные славяне получили кириллицу вместе с церковно-славянским языком и православием. А западные славяне были католиками, у которых главным литургическим языком была латынь, и вместе с этим языком к ним пришла латиница. Правда, латиница, как письменность, специально не создававшаяся для славянских языков, для них подходит довольно плохо. И мы видим, что в польском, например, и в чешском, и в других языках приходится использовать либо много над- и подстрочных знаков, либо сочетание из двух букв, которые обозначают один звук. А в кириллице такой проблемы нет. Но что касается того, что кириллицы используются не только славянами, то это результат XIX и даже в большей степени XX века, когда сначала в Российской империи, а затем в Советском Союзе, а было там около 200 языков, для всех этих языков создавались новые письменности. И если сначала в XIX веке это были миссионеры, которые точно так же, как тысячи лет назад Кирилл и Мефодий, пытались обратить свою веру в местных жителей и создавали для них письменность на основе кириллицы, то дальше в Советском Союзе в 20-е годы сначала создавали письменность на латинице, потому что считалось, что скоро будет всемирная революция, и все народы мира будут писать на латинице. Но дальше с 30-х годов, когда стало понятно, что революции, видимо, в ближайшее время не будет, а русский язык будет главным языком межнационального общения, все эти языки перевели на кириллицу. И сейчас все языки России и практически все языки постсоветского пространства продолжают использовать кириллицу. Это тюркские языки, это фино-угорские языки, это монгольские языки, это западные и восточно-кавказские языки, это иранские языки и некоторые другие. Читать на этих языках, зная кириллицу, мы можем, но ничего не поймем, потому что эти языки далекие от русского или совсем ему не родственны. Так что, таким образом, история славянской письменности оказывается довольно любопытной и запутанной. Мы пишем не исходной славянской письменностью, а пишут ей не только славяне.